Так, все. Тут мы записываем. И всем привет! Заявленная сегодня тема была, вы видели, да? Тема номер один основная – «Пять безбожных заповедей на скрижалях Бога». Тема номер два – «Все действия и цели людей из зависти». А именно, как зависть правит миром, правит балом и управляет нами всеми. Это две основные темы. Значит, от вас сегодня, как всегда, нужна одна простая вещь. От меня нужен очень полезный, незаменимый контент. От вас нужно запомнить три вещи, которые вы в конце скажете и унесете с собой. Так что вы лучше запишите. Вот, значит, поехали. Мы чуть-чуть уже обсуждали с девочками тему этих «десяти заповедей». Сегодня я хочу копнуть прямо еще глубже и увидеть, какие там еще есть крутые взаимосвязи. «Десять заповедей». Это самый известный, в принципе, религиозный и моральный код в истории вообще. Он до сих пор находится в американских судах. Висят эти «десять заповедей». Висят в синагогах на Аронакойдышах, как мы с вами видели. Да, всем вкусного чаечка. Рембрандт написал очень известную картину с этими «десятью заповедями», где Мушей их разбивает. Есть такой Джон Роджерс Херберт. Огромный его рисунок. Он висит и сейчас в Палате лордов в Великобритании. И это до сих пор символ вечного, незаменимого закона. Вот, то есть это такое, что такое «десять заповедей» и то, что мы с вами немножко уже обсуждали. Здесь чуть-чуть мы покроем и заново чуть-чуть повторим то, что мы уже говорили, и вторую часть будет совсем новая. Поначалу будет такое-такое. Окей, мы с вами говорили про то, в чем отличие этих «десяти заповедей». Помните? К какому выводу мы пришли? Кто был? Чем эти «десять заповедей» отличаются? Кто помнит? Аня помнит, да? Нинельная помнит? Миря, Настя. Чем отличаются эти «десяти» от остальных? То, что они общий смысл несут, а остальные, как бы от них ветки идут. То есть они очевидны, а в других описано более подробно все. Да, они с точки зрения закона, они по весу такие же, но с точки зрения смысла – это архив всех остальных заповедей, и в них упакованы все остальные заповеди. Кстати, в следующей же главе очень большая их часть – Мишпатим. Потом мы с вами узнали то, что они не общечеловеческие. Некоторые из них, как минимум, например, шаббат. Мы с вами обсуждали параллели и связи, если вы помните, десяти речений. Десяти речениями, которыми был создан мир, десяти заповедей и десяти казней. Их все по десять. Первое идет «Вначале создал Бог», первая заповедь «Я Бог». И последняя казнь – это смерть первенцев. Это кто-то первый, начало всего. Вторая заповедь «Не будет у тебя…» Второе речение, что свет и тьма. Свет и тьма. Вторая заповедь, что идолопоклонство. То есть это как бы, что есть свет, есть тьма, и люди могут поклоняться чему-то еще. А предпоследняя казнь – это тьма. Что у египтян была тьма, а у евреев был свет. То есть если при сотворении мира и в заповедях Бог показывает, как он конструировал мир от ядра до внешних всех слоев, то при казнях обратный порядок, потому что Бог как бы эту капусту разворачивал, чтобы показать, вот смотрите, как я творил мир. Есть еще такая интересная фраза, я вам не говорил ее еще. Это есть, так написано где-то. И вырежи эти слова на скрижалях своего сердца. В NLP, например, говорят, что если ты хочешь что-то запомнить, то тогда представляй то, что ты хочешь запомнить прямо как буквы, или как горящие буквы, или как будто ты их на чем-то вырезаешь, вот эти буквы. Вот, это интересная штука. Вырежи на скрижалях своего сердца то, что ты хочешь, чтобы проникло тебе в подсознание. И вот поэтому это тоже на скрижалях, на этих, на камнях. Теперь два бонусных пункта. Бонус номер один, очень интересно. Таблички, кто дал, эти скрижали, кто дал? Скрижали дал Бог. Теперь вопрос возникает сразу такой, где… Давайте я вам прямо сразу открываю. Скрижали дал Бог, да, вот что-то не сходится немножко у меня. Оп. О, есть, да? Скрижали дал Бог. Но есть проблема определенная. Вот смотрите, да? И сговорил Бог – это все, что, в общем, эти речения. Первое. Я Господь твой Бог. Не будет у тебя других божеств. Потом не поклоняйся им. Следующее. Не вот это. Не клянись сложно. Помни шаббат. И, наконец, последнее. Уважай папу и маму. Вот. Почитай ца и мать. Так. И вторая скрижали пошла. Смотрите. Тринадцатый и четырнадцатый пасуки. Оп. Кстати, посмотрите, сравнительный анализ такой. Всем видно, да? Видно всем? Вот это все. Первая скрижали – вот это. Вот это весь текст. А выделенный текст – это вторая. Просто по объему, да, интересно? Так вот, а у меня вопрос такой. Скрижали дал Бог. Да, Ника? Да, согласна. Значит, их дал Бог. А где здесь написан Бог на второй скрижали? Кто-то видит? Не убей, не прелюбодейся, не укради, не говори ложного свидетельства, не выжилай дома ближнего, жены, ни раба, рабы, ни вола, осла, ничего, что ему принадлежит. Вся вторая скрижаль, она без чего? Она без Бога. Почему? Странно получается. Вот. Наблюдение такое. Очень интересное, очень интересное наблюдение. Если смотреть вглубь, то вы найдете здесь имя Бога. Знаете где? Нужно приглядеться. Можно сказать? Давай, давай. Я думаю, что это не то, что ты имеешь в виду, но просто так, чисто для… Давай. Ну, возможно. И тут написано ничего, что ближнему твоему принадлежит. Ну, вот может же, например, ближнему принадлежать, например, там другой Бог, да? Или, грубо говоря, идолы. Ага. Ну, то есть это тоже может быть… А, это про Богов как бы. Ну, как бы, да. Именно про веру. Здесь есть наблюдение очень крутое. Прямо это вот сейчас в барабанной дропе бомба. Сколько букв на иврите во всей второй скрижале? Ну, вы можете, может быть, кто более вот Бене, может быть, догадается, или кто прошаренный. Там что-то 67 вроде. Не-не-не-не, намного меньше. Ладно, хорошо. 770. 19. Не, не 19. Хорошо. Есть имя Бога. 27 вроде. Сколько? 27. 26. О, 26. 26. Что такое 26? 26, что за цифра у нас? Ну, это грамотон. Юд-кей-ва-вкей. О, юд-кей-ва-вкей. Так, меня не было слышно, да? Юд-кей-ва-вкей. Это тетраграмотон. Это что это такое? Это самое сокровенное сущностное имя Бога. То есть вся вторая скрижаль, если смотреть, это, значит, юд – это 10, вав – это 6, и гей – это 5, а их там 2. Итого 26. 10, 10, 6. Итого получается, что у нас в численном значении вот эта вся вторая табличка, она сама по себе пронизана божественной идеей. То есть количество букв во всей второй скрижале равно имени самого Бога. А что это обозначает? Это означает, что Бог скрыт в отношении… в том, как мы строим… Вы помните, вам три вещи надо запомнить, да? Бог скрыт в том, как мы строим свои отношения с людьми. И если мы строим их в соответствии с этими заповедями, то мы приводим и раскрываем Бога в этом мире и приводим его в нашу жизнь, если, соответственно, ведем себя правильно. Это бонус номер один. Бонус номер два. Какие заповеди, давайте вспомним, нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти? Идолопоклонство. Идолопоклонство раз. Прелюбодеяние. Прелюбодеяние два. Убийство. Убийство три. Правильно? Прелюбодеяние, идолопоклонство, убийство. А теперь барабанная дробь смотрим на скрижали. Здесь, как мы с вами уже выяснили, тут все неправильно, просто надо было найти по-русски, да? Во-первых, они были не плоские, а кубы. Во-вторых, это было на иврите. В-третьих, не было цифер. В-четвертых, здесь они идут слева направо, а они по-настоящему справа налево, потому что иврит справа налево. И они были большие, и буквы пронизывали их насквозь на иврите. И плюс здесь один, как минимум, неправильный перевод. Наблюдай день субботний, а там соблюдай. Вот, значит, теперь давайте посмотрим, где здесь идолопоклонство, где убийство и где прелюбодеяние. Все вверху. Все вверху, да, вот смотрите, видите, слева вторая, ну точнее по-настоящему справа. Не делай себе кумира, не убивай, не прелюбодействуй. Какую интересную закономерность мы видим? Они идут все три вокруг чего? Вокруг главного. Они все три примыкают к Я-Бог. И это три заповеди, которые окружают графически Я-Господь твой Бог. И это же три заповеди, которые нельзя нарушить. То есть все остальные можно нарушить, если опасность для жизни. Эти три, которые нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах. Это, по-моему, тоже пушка. Это очень красиво и очень интересно. Окей, значит, это тоже такой момент. Классный. Это был бонус номер два. Первый был, что вот здесь 26 букв, и это равно имени Бога. Еще мы с вами обсуждали, какова актуальность каждой из заповедей на сегодняшний день. Окей, про параллели еще что мы с вами узнали? Мы с вами говорили тоже про параллели. Сейчас чуть-чуть это просто вспомним. Во-первых, про что в данном случае левая и правая. Про что вот эта табличка левая и про что правая? Ну, левая относится к Богу, а правая относится к людям. Да, левая – это все, если мы будем наблюдательными. Наблюдать день, субботник. Значит, это отношение с Богом. Правая – это все. Сейчас я сделаю, чтобы мне удобнее было вас видно. А правая – это все отношения с людьми. Окей, это первое. Второе – это одна закономерность. Еще закономерность, которую мы с вами выявили, это то, что все на этой с людьми – это как бы зеркальное отражение в другом формате тех, которые слева. Сейчас это чуть позже. Значит, вопрос здесь сразу возникает какой? Что здесь делают тогда, если вот это все с Богом? А я могу выделять? Вот это. Что здесь делают отец и мать с Богом? Как мы ответили? Они тоже дали тебе жизнь. О, значит, папа и мама – это твоя первая причина. Если ты не уважаешь свою непосредственную причину, то ты не сможешь уважать и причину всего мира. Это момент первый. Второе – это заповедь, она при этом введение к следующей скрижали. А все наши отношения с людьми, мы все, как их строить и как с другими людьми общаться, коммуницировать, кто я, что я и как вообще взаимодействовать, мы учим в доме отца и матери. А в раму Бог, например, говорит, что? Выходи из земли своей, из окружения своего и из дома отца твоего. То есть выйти из этих убеждений идолопоклонических, которые были там дома. Мы все сформированы в детстве и дома, и Фрейд тут Америку не открыл. Значит, дальше. Дальше, дальше, дальше. А, как написано, например, в Киа Вод, что человек – это, как говорят, по-моему, это по-гречески, даже не знаю по какому. Не, не по-гречески. В общем, табула раса – это чистый лист. Ребенок – чистый лист, и дальше на него, как на скрижалях, что-то записывают. И чем ты старше, тем сложнее переписать свои убеждения и установки, а в детстве как бы вот эта вся штука, она заполняется. Окей. Если человек не может вот это делать, то он не сможет делать всю эту скрижаль, поэтому это слева. И это же введение к правой всей скрижали. Хорошо. Второе, еще, что мы с вами про параллели выяснили, это то, что вся вот эта первая скрижаль, первая скрижаль, она, в смысле, вторая скрижаль отношений с людьми – это как бы кристаллизация божественного на мир людей. То есть, ну, как вот, я не знаю, азот какой-то. Вот я не помню точно какой эксперимент, но там, в общем, всякая, я не знаю, там вода превращается в лед, да. Есть какой-то то ли азот, то ли что-то, он становится там чуть-чуть его куда-то спускаешь, меняешь немножко условия, спускаешь, он становится жидким, там, или наоборот. То есть, это как бы, если перевести вот это на язык людей, то получается, то есть, это Google Translate такой, с божественного на человеческий. Вот, окей, значит, и какие связи мы с вами, давайте, помните ли вы взаимосвязи? «Я Господь, Бог твой, не убивай». Параллель какая? В чем связь? Кто помнит? Ну, что, во-первых, Бог создал человека, и что в каждом человеке есть часть Бога. То есть, убив другого человека, ты убьешь часть Бога. О, да, то есть, во-первых, мы созданы по образу Бога, соответственно, убивая человека, ты убиваешь образ Бога. Во-вторых, Бог – источник всей жизни, а убить, значит, забрать, собственно, источник жизни. Вот просто, да. Не делай себе, в общем, запретное долопоклонство, не прелюбодействуй. В чем связь внутренняя? Параллель? В чем связь? Да, камеры не забываем, ребята. Значит, в чем связь? Не поклоняйся другим богам, не прелюбодейся. Ну, верность выбора. То есть, что там… Да, Беня, что ты говоришь? Измена. Измена. О, да, просто измена. Отсутствие верности. Отсутствие верности, кстати, другому человеку, это в том числе отсутствие верности и неспособность быть верным самому себе. Дальше. Не произноси имени Бога напрасно и не кради. Какая связь? Она чуть более сложная, но наверняка кто-то знает или помнит. Связь была такая, что поклясться ложно – это значит вещь, ложь. Сейчас, как это сказать? Ложь. То есть, есть истина – это Бог и имя Бога, а ложь – это то, что ты приписываешь сюда к истине ложь. Ты как бы вещь используешь туда, где она не принадлежит. Ты ломаешь структуру мира, а не укради – это применение вещи, как бы не по назначению, и там, где она не должна быть. Это вещь чужая, и ты используешь ее не там. Ложь не имеет отношения к истине, и ты используешь ее не там. Ты не можешь поклясться во лжи с помощью истины. Окей, это такая связь. Неправильное применение. Следующее. Как это? Шамор – это шаббат, да, или тишмор – это шаббат. Значит, шаббат, и не произноси ложного свидетельства, какая связь. What's the connection? Не помните? Мила, помнишь? Нет, точно. Николь, помнишь? Яна, помнишь? Нет, не помните. Шаббат – это прям в Торе написано, что шаббат – это свидетельство сотворения мира. Это ложное свидетельство о человеке, а это ложное свидетельство несоблюдения шаббата. Это свидетельство, как бы, мы своими действиями в этот день свидетельствуем, что Бог творил мир. И, наконец, вот здесь связь мы с вами узнали, я ее вам даже прописал, что почитай отца и мать и не желай то, что у твоего ближнего. Если в результате возжелать жену, родился ребенок, то он будет любить того, кто ему не отец, и ненавидеть того, кто ему отец. И, в общем, получается, несоблюдение вот этой заповеди мешает соблюдению вот этой заповеди. А выжелать дом ближнего, тоже, если у тебя папа, он такой вот, все время всем завидует и чужое хочет, то его сложно уважать. Окей, это еще взаимосвязи, которые мы с вами узнали. Почитай отца твоего и мать твою. Теперь вопрос на засыпку. Как можно почитать твоего отца и мать, если они не написали ни одной книги? Ответ нужен... Закадровый смех должен был быть, да? А? Закадровый смех должен был быть, да? Да, ты можешь смеяться. О чем я не понял, в смысле они написали ни одной книги, в смысле? Такой... Это просто задержка была. Аня смеялась сразу, это просто зум тормозит. Написано, почитай отца и мать твоего. Я спрашиваю, как можно их почитать, если они не написали ни одной книги? Мой ответ, нужно не игнорить их сообщения в WhatsApp. Как минимум их нужно уважать за то, что они... А при чем тут книги? Я не понял, что за книги в смысле? Блин, это шутка была бы шутка. Это шутка была бы шутка. Это шутка, пишется раздельно, по и читай. Ну, вообще, как бы, да, я пытался шутить с серьезным лицом, как очень весело иногда делают, но буду в следующий раз улыбаться, извините. Была шутка, да. Значит, в общем, да, получается, что... Можно смеяться, да. Получается, что... В общем, первое, да, вот эта табличка, это как бы, знаете, это как зеркало, да? Как, представьте, вот это какое-нибудь одно зеркало обычного. Нет, вот сама надпись это... Вот я, да, и я стою перед, не знаю, синим зеркалом. Форма моя остается та же, но все синего цвета. То есть вот эта вот табличка, это какое-то отражение всего, что насчет Бога. Окей, это как бы мы сделали выводы и что-то подытожили. А теперь я хочу сделать такой второй виток этих рассуждений, еще одну крутую взаимосвязь здесь найти. Какие еще здесь могут быть взаимосвязи? Гипотеза такая, что их можно разбить по три штуки еще. Помимо параллелей, помимо вот этого, помимо левая и правая скрижаль, параллели вот так вот, вот так вот. То есть параллели слева и справа, параллели по парам слева и справа. Можно еще это разбить по три штуки. Тогда у нас возникает вопрос, что объединяет три вот этих заповеди. Давайте. Я твой Бог, не делай идолов и не поклоняйся другим богам, и не произноси имени Бога напрасно. Какая связь? Все связано со Всевышним. О, все связано со Всевышним. Наверное, если точнее сказать, то, что Бог, он автор и автор законов, и он как бы топ авторитет всех законов. То есть он источник всего, и вот это как бы все идет из первой заповеди. Так, окей. Вопрос следующий. Что связывает следующие три заповеди? Соблюдай шаббат, почитай папу и маму и не убивай. Тут будет, наверное, немножко сложнее догадаться, чем с первыми, но можно. Протворение. Что-что? Протворение. Бомба, протворение. Давай, объясняй, как это связано, почему это протворение. Ну, я не знаю. Это то, что ты сказал, что соблюдать день субботний и не убивать, это же идти в противотворение, в принципе. Да, прочитать папу и маму. Это, ну, основа, это то, что как бы соединились две вещи и появилась третья. То есть тоже как бы часть творения. Они творцы тебя, да. Вот. Значит, первые три, они связаны. Это Бог, и он авторитет всего, и источник закона. Вот эти три, соблюдать, почитать, не убивать, это творение. То есть соблюдение шаббата, это свидетельство о том, что Бог создал мир. Отец и мать – это те, кто создали человека, и каждого из нас. А не убивать – это уничтожение творений, уничтожение жизни, уничтожение человека. Окей. Следующие три. Какая связь? Чужое, чужое против человека, чужого что-то делать. Что ты чужое против… что чужое? Ну, вот, первое – это жена чья-то, второе – это вещь, а третье – ну, ты, по сути, человек какой-то приходит и говорит, что ты что-то делал, а ты этого не делал. В принципе, да, это тоже да, но я думаю, что здесь можно даже проще сказать, можно просто сказать, что это, как бы, вот это топ-3 базовых институций, три базовых социальных законов, без которых не может стоять мир вообще, человеческий суд. Без них не держится. И отношения между человеком и человеком. Окей, значит, три. Костя, что? Да не Костя. В Украине это не очень работает. Да это много где не работает, это как бы… Оно везде, как бы, мы везде стремимся к идеалу, это понятно. Мы стремимся, даже не рядом. Давай, Беня, ну, скажи, не расстраивайся. Вот это вот, это не произноси в ложном свете, это один из-за моментов, это украсть личность. Украсть личность. Личность. Украсть правду, украсть личность. Это не то, что правда, это то есть он говорит, что какой-то человек пошел, так это же не он был, а он просто забрал его личность и перенес на него что-то другое. Вот что это. Понял. Понял. То есть, в общем, вот эти три, они, ну, как бы, это самые базовые основы общества. Ну, можно вот сюда. Математика не сошлась. Вот, вот, теперь у нас есть проблема. Что не сошлось? Ну, Костя, что не сошлось? Это очевидно, типа. Ну, я не буду даже комментировать. Ну, скажи, пожалуйста. Три плюс три плюс три. Получается? Ой, все. Почти десять, да, почти. Понабежали тут эти умные, да? ЧКК много играл, как бы. Это вырабатывается супер скилл. Значит, не сходится, да? Видите, теория очень красивая, складывается классно, но остается вот это еще. Не выжелай, что есть у ближнего твоего. Не сходится наша теория. Проблема. Ну, тогда мы можем задать еще один вопрос, чтобы как-то подумать, а вдруг сходится. Что есть такого особенного в этой заповеди, которая отличает ее от всех остальных девяти? Во-первых, она вот первая отличается, да, немножко, она база всего. А что есть вот в этой заповеди, что ее нельзя совместить ни с какими другими? И что в ней, в общем, чем она отличается от всего остального? Она про мысли, а не про действия. О, это все предыдущие девять заповедей, они действия, да? Это поклоняться Богу, не поклоняться другому Богу. То есть делать то, что правильно в соответствии с этими убеждениями. Не произносить, то есть это не клясться. Это соблюдать шаббат, это там 39 млоход, да, ну, в общем, правил шаббата. Уважать, то есть это действия, там, воды подать, помочь, там, и так далее. Перезвонить и в сообщении в WhatsApp прочитать. Это не убивать действия, не пролюбодействовать действия, не красть действия, не произносить ложное свидетельство действия. Не возжелай то, что есть у твоего ближнего, вот дом, жену и все на свете. Это единственная заповедь, которая говорит про чувства. Это десятая заповедь, она про чувства. Какой тогда вопрос у нас возникает? Заповедь про чувства. Какая проблема? Как можно заповедовать что-то чувствовать? Как можно сделать запрет на чувства или повеление на чувства? Мы с вами уже частично, если кто-то помнит, обсуждали насчет радости, и что радость тора заповедует радоваться весь сукот, то есть, значит, как-то можно радоваться, и это зависит от нашего сознания. Вот. Но вопрос, как можно запретить чувства? Потому что мы же чувства не особо-то контролируем. Они как бы чувствуют то, что с нами происходит. То есть, если можно там себя как-то собрать в кулак, и там у тебя там клептомания, но в кулак себя собрать и там не своровать, но не хотеть этого делать или не хотеть там какого-то этого прелюбодействия запрещенного этого акта или не хотеть украсть или не хотеть там, да, что-то вот нарушать, да, это все, оно переводится в действие, и действие мы можем пресечь. Вопрос, как мы можем и можно ли вообще, возможно ли вообще воздействовать на свои чувства? Это вопрос, как Тора может запретить чувствовать? И, в принципе, это называется страсть, да, страсть, то есть, это как бы что-то, что происходит, это то, к чему мы пассивны, как бы, есть ли над этим контроль. Окей, здесь надо думать, сейчас будем думать. Первое такое, в общем, в принципе, эта заповедь, она подытоживает, если посмотреть иначе, она подытоживает все остальные. Она делает такую, она в каком-то плане обобщает все, что было до этого. Что-что? Можно кушать и добавить? Давай, добавь. Написано, что ничто не устоит перед рационом. Ничто не устоит перед желанием. А откуда берется твое желание? Что? Ну, это ты к чему говоришь? Ну, тут, типа, написано, не желай. А в другом, говорится, типа, ничто не устоит перед желанием. Это не значит, что ты не можешь его контролировать, ну, из этого утверждения, то, что ты говоришь. По-моему, это как раз значит это. Что-что? По-моему, это как раз значит это, если это буквально говорится. Ничто не устоит перед желанием. Это скорее обозначает, что если ты какую-то себе, ну, как бы, на что-то направился и мотивацию какую-то принял какое-то решение, и по-настоящему и до конца, то тебя невозможно сбить. Но это не факт, что... Мотивация не есть желание. Но она создает желание. Но это не обязательно, из этого утверждения не обязательно слышно, что ты пассивен по отношению к желанию. В смысле, что ты его не выбираешь. А вот здесь вот видно, что ты должен выбирать, что ты чувствуешь. Нет, так ты как раз выбираешь, допустим, мотивацию. Что ты делаешь для чего? Для того, чтобы достигнуть чего-то. Но ты не выбираешь, что ты чувствуешь. Ты можешь как-то это регулировать, да. Ты не можешь это выбрать, допустим, в данный конкретный момент. Ты можешь сделать много чего до этого, чтобы какого-то, допустим, желания или чувства не произошло. Но ты не можешь что-то с этим сделать, если оно уже произошло. Понимаешь, что-то, да? Да, но ты можешь себя не ввести в ситуацию, в которой это произойдет. То есть, например, если я не копею шоколадки, то я не иду в супермаркет с одними шоколадками. Вы сливаете урок? Не, не, я только за. Я бы тут добавил маленький момент, что тут может быть два, здесь тоже желание можно разбить на два. Может быть, желание просто поесть, которое вообще очень тяжело как-то контролировать. А может быть, желание, например, не знаю, сделать себе карьеру. И это как бы по-простому мы выбираем. То есть, ты как бы, можно так забить просто вот так облокотиться, типа не хочу карьеру, можно так решить, так, точка А, точка Б, значит, хочу быть лучше или хочу улучшить свои качества. И вот это тоже желание, но вполне сознательное, не то, что ты при нем пассивен. Окей, значит, вопрос, можно ли заставить человека чувствовать или не чувствовать? Значит, первое, что нужно сказать, это также говорят, помимо того, что я сейчас приведу, это также написано, и был такой комментатор Ибн-Эзра в 11-м веке, наверное. Какой Ибн-Эзра? А? Какой Ибн-Эзра? Вроде Ибн-Эзра по умолчанию, это Авраам, по-моему, Ибн-Эзра. Спасибо. Пожалуйста. Да, там было два, второй не помню, как зовут. Также это есть в Тане у Альтер-Райбе, это, в общем, очень много где есть. Идея такая, мировоззрение создает мироощущение. То есть, я не знаю, если ты веришь, что ты можешь, что ты, скорее всего, сможешь, ну, не скорее всего, но если ты веришь, что ты, кто там Форд говорил, да, если ты веришь, что ты не можешь, то ты не сможешь. Ну, то есть, в общем, простая вещь. Ты можешь или не можешь, в обоих случаях ты прав. О, да, спасибо. Вот. И то же самое в КПТ, это как это, CBT, когенитивно-поведенческая терапия. Вот. Там тоже есть вот эта идея, например, что то, во что мы верим, порождает то, что мы чувствуем. И это мы очень подробно разбирали, когда говорили про 10 лайфхаков для радости. То есть, мы очень во многом свои желания, да, выбираем. Ну, вот я то, что приводил примеры, помните, с этими, с визами, да? Одно и то же событие, один почти плачет, другой расстроился, а я такой, хе-хе-хе, и остается в Киеве, нафиг мне тут Лондон. Вот. То есть, как бы, то есть, есть, все зависит от того, как ты смотришь на ситуацию. Вот. Основную идею, мы там говорили, что эмоции – это отражение мыслей в теле. Вот. То есть, это первое. То есть, всегда как-то можно контролировать, ну, и там было аж 10 тем, как это, да, можно делать. Так. И то, во что мы верим, влияет на то, что мы чувствуем. Например, нарциссы, да, вы по-любому с кем-то из них знакомы. А, например, у нарциссов, нарциссы там есть разных очень типов, видов, там, разные градации. Но одна из таких черт это то, что у него чувство, во-первых, он очень зависит, он презирает других людей, при том, это парадокс нарциссов, что он презирает других людей, при этом он все время зависит от их мнения. И этот парадокс ему самому сложно осознать. Ну, это такая, просто так, для заметки. А еще одна вещь, то, что небольшое даже проявление неуважения их взрывает просто. Вот. И теперь у них вот этот клюк появляется, даже когда люди их не уважают. Просто большинству людей, если вы понаблюдаете, большинству людей, в принципе, все равно на других людей. Мы все думаем и занимаемся по жизни чем-то своим. Люди обычно не сильно парятся вообще о других людях. Если вы просто последите за собой, то вы увидите, что 90% времени вы, в принципе, думаете о себе, что мне поесть, что мне делать, как мне пить, как мне спать и так далее. Что там всем прислали самое веселое? Дайте угадаю, кто это был. Окей, значит, наверное, какой-нибудь нарцисс. Значит, короче, вот, у них есть вот эта сильная вера, что люди, они против меня, его легко на этом срывает, и даже несмотря на то, что это не так, и другие люди вообще человеку может быть по барабану на него, он все равно по этому поводу чувствует злость и какой-то неприязнь. То есть, это то, как мыслительные схемы порождают эмоции. Первый момент. Второй момент. В принципе, вот эта заповедь не возжелает. Как ее можно назвать? Про что это? Какая это конкретная эмоция? Какое это качество? Хотеть то, что есть у другого. Как мы по-простому это называем? Зависть. Зависть. Вот. И это была вторая заявленная тема, к которой мы пришли. Как я напоминаю, вам нужно запомнить. Три вещи. Значит, зависть это вообще первичный драйвер общества. Это написано даже у царя Шломо. Чуть позже процитирую. Значит, Отелло, да? Кто-то читал Отелло, вот это, Дездемона, вся вот эта история. Нет? Кто-то вот Настя читал. Беня читал Отелло? Нет. Ну, я сюжетку знаю. А что ты там делаешь? Да у меня камера в клавиатуре. Понятно, понятно, все ясно. Значит, короткое содержание. Шекспир, человек один по имени Ягу делает заговор, Отелло верит, что Дездемон изменил ему Скасио, Отелло ее душит, потом узнает, что это был заговор, и все это неправда, и убивает себя. Вот. о чем эта история, это короткое содержание, значит, школьное. Значит, что происходит, это вот это, то, что зависть, или у меня забрали что-то мое, она, она выводит человека, то есть, переводит к плохим последствиям и к смерти. Какие примеры? Иногда к хорошим. А? Иногда к хорошим. Например? Еще это двигатель прогресса. Например, допустим, есть какое-то село, какой-то чувак построил себе хороший дом, и остальные смотрят на этот дом и такие, о, блин, классно, я хочу такой же. И для какого-то человека это может быть мотиватором украсть у него что-то, а для какого-то, наоборот, типа, развиваться самому и, в общем, построить себе такой же. Да, зависть это двигатель технического прогресса тоже, это 100%. И лень. Какое уровня жизни? И лень еще тоже, потому что, если тебе лень там, ну, долго пахать грядки, то ты начинаешь придумывать комбайн. Вот. Какие из Торы мы знаем примеры зависти? Самый первый. Самый-самый. Самый-самый первый. Это какой? Лея, Рахель, Каен и Авель. Сейчас, Ирина, подожди, подожди, не топи так быстро. Не, Ирина, давай сама ты что-то. Давай, Пеня, самое первое что? Ну, не, Ирина уже, она же лучше всех знает. Так, Каен и Авель. Каен и Авель. Не можешь меня переговорить? Учись. Значит, учись, сынок. Значит, первое, Каен и Авель. Бог принимает жертву Каена, а не Авеля, и брат убивает брата. Да, позитивная история. Тоже зависть. Зависть, значит, здесь создает и Вателла, и у Каена убийство. Дальше, что у нас есть? Какие еще в Торе есть ситуации? Блин, Рахель. Рахель с Леей есть ситуация, но там, к чему это прям привело, так вот, к каким-то жестким последствиям? Сложно? Никто как бы не умер, ничего не украл вроде? Ну, потому что это такая чисто женская зависть, ну, типа. Тут как бы сама эта вещь уже последствия. Они были как бы соперницами, они завидовали друг другу, потому что обе обладали тем, что хотели. Ну, то есть, Рахель хотела, чтобы у нее были дети, или я хотела, чтобы ее любил муж. Обе соперницы обладали противоположным, но по факту они, ну, была обоюдная зависть, но не было никаких целенаправленных действий против друг друга. Да, это была сильная в каком-то, да, местами, может быть. Батшева же, ну, это же самый такой, Кринкосовый. Батшева. Да, Батшева, но это уже там позже, это уже не исторически. Это же прям классика. Сейчас туда не хочу лезть, ее дольше надо разбирать. Да, но это тоже классическая ситуация. Еще какие есть? Корох и Муша. Ну, 11 братьев выгнали. Корох и Муша. Вот, самая известная история про зависть это братья. то, что 10 братьев, они, Йосефа, сначала хотят, фактически смотрят, как он умирает, но он так выходит, что он не умирает, и тогда они продают его в рабство. Потому что папа его, папа его как-то выделил, дал ему приоритет, им так показалось, и им было очень с этого дела. Завидовали они, и, значит, аж продали брата. И вся общая история этого спуска в Египет, она из-за этого. Да, Бень, что ты хочешь сказать? Ну, Авимелех есть еще с Авраамом. Авимелех, да, в общем, куча ситуаций, их очень-очень много. Вот, зависть, да. Теперь, тут такой очень интересный момент. Есть такое наблюдение, что, во-первых, самые, самые дикие и жестокие вещи происходят от зависти, а второе, это то, что зависть, это по факту даже, то есть, это желание, помимо того, что иметь что-то, что есть у другого человека, это желание быть им, то есть, быть вот этим другим человеком. Иметь то, что он, это фактически желание быть прямо вот им. И она также ведет, она последняя, она ведет к нарушению, в общем-то, может приводить к нарушению всего, что идет до этого. То есть, люди из-за этого могут и совершать прелюбодействие, и убивать, как Каин Севелем, и продавать друг друга в рабство, как Йосефа, и лжесвидетельствовать, в общем, делать что угодно, люди могут из зависти. И то, что я вам говорил, да, то, что у царя Шломо написано, там написано как-то так, кольки шарон маосе, кинат ишли рэл. В общем, что все, то ли все таланты, кстати, вот это вот то, что зависть двигатель прогресса, или как все способности, или все, что люди хотят, это из-за зависти ближнего к ближнему. А по смыслу такое, что люди даже хорошие дела часто делают из зависти, так, по-моему, Раша объясняет. Вот. А какая, кстати, зависть есть хорошая, чему надо завидовать? Я не услышал, что ты сказал, но ты подожди пока. Знанием, знанием. О, знанием, чему еще? Навыком. Знанием, навыком, хорошим качеством, тому, как другой человек знает Тору, его уровню мудрости, его, я не знаю, тому, как он относится к ближним, как он строит с ними отношения. Вот это то, чему стоит завидовать. Это, по идее, все, что ты не можешь взять, а только заработать с собой. супер. То есть, нематериальным вещам, фактически. Вот. Им, да, стоит завидовать, но тоже в рамках разумного, чтобы не слишком грустить. Окей, значит, и евреи, в принципе, вот помимо этих примеров истории, которые мы привели, евреи о зависти тоже очень хорошо знают, потому что евреи всю жизнь живут, всю историю живут в антисемитизме в той или иной степени дикости. И евреев ненавидели, наверное, по любому поводу, а в главе шмот, которая не так давно была, там, когда евреи, по-моему, да, там, по этому поводу, что как бы египтяне их не любили, а евреи все больше получали власть, все больше они размножались и увеличивались. И также, что приводило еще к антисемитизму, это вот это чувство избранности, хотя есть интересные такие исследования, что чувство избранности, оно возникало вообще у всех народов, но с евреями история какая-то другая. Вот, что еще насчет зависти? Теперь по исследованиям чуть-чуть, по теории мы посмотрели, есть очень интересные исследования. Да, вы внимательны? Вот это тоже можно запоминать, про Каин и это. Все, все тут. Я хочу ваши глаза. О, глаза. Сколько глаз. Значит, если сосед выиграл в лотерею и купил машину, то вероятность того, что его ближайшие соседи купят машину в ближайший год возрастает в несколько раз. Причем, что интересно, это то, что чем ближе этот сосед вот к этому, который купил новую машину, тем больше вероятности. Там вот так вот идет график. Ближайший сосед, следующий сосед, следующий сосед и следующий сосед. Это один момент. Второй момент, это то, что также делали опросы, например, чтобы, как тебе больше нравится, чтобы ты зарабатывал, ну, грубо цифры, я не помню точно цифры, 50 тысяч долларов в год, а все остальные вокруг 100 тысяч долларов в год. Ты 50, все 100. Или лучше, чтобы ты 20, а все вокруг 10. понимаете, да, подсчет? Больше 50%, по-моему, 56% выбирали, что лучше бы я зарабатывал, получается, в 2,5 раза меньше сам, но чтобы вокруг меня люди зарабатывали еще в 2 раза меньше, чем чтобы у меня было 50 тысяч, а у всех вокруг 100. То есть... Вообще это разумно. Таким образом, экономический уровень жизни в том конкретном месте... Там были исследования даже не по месту, а на твоем рабочем месте. То есть ты можешь жить вообще в целой стране, где у вас может быть самая богатая компания, и просто внутри компании непосредственно окружающие тебя люди, если они будут зарабатывать больше на твоем рабочем месте. Вот. И то есть... То есть это действие чистое, люди готовы лишать себя, как бы даже денег, или успеха, или чего-то еще, просто для того, чтобы у других было хуже, чем у них. Из-за зависти. И теперь, смотрите, самое интересное теперь. Мы с вами разбили в этом варианте, в последнем... А, ну еще про соцсети надо, разумеется, сказать. Соцсети – это рассадник зависти. Просто рассадник адский зависти. Туда выставляют все только лучшее, а именно то, чему можно завидовать. Лайки ставят за то, чему можно завидовать. Да? Да. И еще интересная такая картинка, не знаю, вы видели или нет, но там такой график, и там «Моя жизнь». И тут сверху позитивные события, снизу негативные. Вот такой круг, да? И, грубо говоря, там половина позитивные, половина негативные. Вот такой круг. «Моя жизнь». Что выставляют в соцсети? Это вот такой маленький кружочек наверху. То есть выставляешь в соцсети самый-самый верх всего вот этого, а другие люди из этого делают выводы, что вот у всех такая жизнь. И в итоге все хотят себе машину как у другого, путешествие как у другого, все как у другого, хотя, может, он вообще там страдает и плачет вечерами. Поэтому мы должны сделать лучше фоточки, чем у Мараша Москва? Да, потому что все должны нам завидовать и приходить к нам учитывать. Все, значит, дальше. При этом мы не должны делать фоточки лучше, чем другие, как кто-то в Украине, именно лучше, чем Мараша Москва. Не, мы должны делать лучше всех в Киеве. Чтобы все завидовали. Но это, кстати, будет хорошая зависть. Это будет все ради Тора. Значит так, теперь так. Подведем итоги по нашему разбиению на заповеди. Мы с вами разбили их по новой. Еще есть разбиение 3 плюс 3 плюс 3. И вот это она подытоживает все. Значит, интересно то, что первые вот эти три сета, отношения с Богом, и что Бог авторитет закона и мира, и соблюдать шаббат, почитать отца и мать, и не убивать, это, как Беня сказал, это создание, да? Создание чего-то. Вот эти две вещи, это самые хорошие антидоты от, собственно, от зависти. Почему? Потому что если, то есть я вот в этой истории, да, мы говорим еще раз, что то, что ты думаешь, порождает то, что ты чувствуешь. Мировоззрение создает мироощущение. Так если я здесь, потому что Бог хотел, чтобы я был здесь, и у меня есть то, что Бог хотел, чтобы у меня было. И все, вопросы сняты. Вопросы по последней, вот этой по зависти, в принципе, если это твое мировоззрение, что мне в руку приходит именно то, про это очень много высказываний, что человек получает только то, что ему отмерено с неба и так далее. Вот, и это как бы зависти убийцы. Вот эти два сета. То, что Бог все создал, и все, что у меня есть, оно тоже определено мне всевышними. Если ты смотришь на то, как Бог на меня смотрит, а не как другие меня лайкают, то тогда жизнь становится намного проще. Кстати, еще одно исследование есть насчет соцсетей. Деньги, люди думают, что деньги сделают их счастливыми. Деньги, корреляция между деньгами и счастьем 0,1. То есть очень маленькая, очень-очень низкая. То есть 90% счастья решают другие вещи, а не деньги. И только 10% могут покрыть счастье деньги. Только при условии, когда у тебя есть базовое меню. Да, при базовом... Это в этом же исследовании. Да, это отдельно. И на базовые нужды. Ну, там с график, это отдельно надо разбирать. Но это... Это важно. Общие значения. Ну, вот все, кто здесь присутствует, в принципе, есть базовое, это вот поесть, попить и так далее. То, что у тебя налоговик не стучится в дверь. Значит, и по миру 0,1. Где-то выше, где страны беднее, там выше эта цифра, где страны богаче, там ниже эта цифра. Ну, примерно 0, то есть очень низкая корреляция. При этом удалить Facebook и Instagram, не надо удалять Instagram, потому что там маршаллами есть, но удалить Facebook и Instagram, это корреляция, прибавка к счастью 0,2. То есть удалить соцсети и не смотреть, и не завидовать другим людям, дает прибавку к счастью в два раза больше счастья, чем, например, там повысить себе зарплату, типа там, я не знаю, с 1000 долларов до двух. Вот. Или, ну, насколько бы то ни было. То есть чужая машина, она делает тебе зависть, чужие какие-то там сторизы, чужие события, они создают вот это хочу, как у кого-то. Но в итоге ты попадаешь вот в этот бесконечный цикл, то, что кто-то выиграл лотерею соседа, и ты хочешь, как у него, и ты попадаешь в бесконечный вот этот цикл зависти, братоубийства, ненависти, мести и так далее. А самый хороший антидот от зависти, какой? Если одним словом, давайте. Я вам подскажу. Работа. А? Работа. Нет. Учеба. Нет, работа не поможет. Это я уже вам рассказывал историю, что... Не смотреть, что есть у соседа? Сейчас. Самая эта история, которую я уже несколько раз рассказывал, это реальная история, как бы через одного человека, я ее знаю. 50 лет, всю жизнь работал, коктейль, яхта, все офигенно, все, о чем только можно мечтать, и вдруг тень так накрывает. Он смотрит, а там яхта побольше. И все, продал яхту и пошел плакать домой. Вот, то есть работать тоже не помогает от зависти. А какой? Да, что Арина говоришь? Не смотреть в сторону, что есть у соседа, не оценивать. В этом просто не думать. Как, если он везде, этот сосед, со своим машинами, с женой прекрасной, везде он. Прекрасный дом, прекрасная жена, да. У него жена боячит перед твоими глазами ежеминутно, да, Бень? Да, причем тут дети у него, не знаю, там все у него возле меня. Нобелевские лауреаты. Можно дружить с теми, у кого все хуже. Это тоже вариант. А там это у меня лучше в натуре. Кстати, еще одно, быстро вставлю последнее исследование перед последним ответом, что в тех странах, где, точнее, это по Англии, измеряли по районам Англии, в тех районах, где уровень заработка, где уровень безработицы был высокий, там безработные люди все были счастливее, чем те места, в которых очень мало безработных. Потому что вокруг тебя много безработных, ну нормально, ну то есть я как бы тоже нормальный человек. И мы смотрим вот так в соотношении и все время завидуем. А если ты один такой, то ты все время всем завидуешь. Вот, так каков главный антидот от зависти? Я вам подскажу, это прямо в названии евреев это вписано. На роду у нас прописано. Главный антидот от этой зависти это? Ура! ЗДК! Это благодарность. Евреи называются Еудим, ну это Еуда, который родил в Саулее, а его имя идет от слова какое? Леудот, благодарить. Вот, и соответственно, то, что говорится, что кто богат, тот, кто доволен, тот, кто доволен своему делу. И первое, что евреи говорят, первое, что евреи говорят утром, это Майданиле Фонеху, благодарю я тебя Всевышний, что вернул мне, что вернул мне мою душу. Вот, то есть благодарность, когда ты благодарен, невозможно завидовать, невозможно быть в стрессе. В общем, все это невозможно. И когда ты смотришь не на то, как другие люди смотрят на тебя или смотришь, что у них есть, а смотришь, как это все с точки зрения Бога и то, что он отмеряет тебе, то, что у тебя должно быть, это лучший антидот от зависти номер один. И два, мы сказали, что человек чувствует то, что думает. Если у тебя в картине мира есть Всевышний, который тебя создал и дал тебе все, что тебе нужно и отмерил тебе с неба именно те ресурсы, которые тебе нужны, то это тоже прививка от зависти. Хочу закончить такой, есть такая поговорка на идиш, вы все запомнили три вещи, да? Вот это может быть третье. Есть такая поговорка на идиш, если я стану таким, как он, то кто же будет таким, как я? очень красиво. А чья это поговорка, не помнишь? Я ее видел просто как поговорка на идиш, где-то давно я ее видел, не знаю, как я. Вот написано. Если где? Ну, в пергеводке написано. Нет, нет такого пергеводка. Если не я за себя, тогда за меня. Это другое. Это другое. Если я... Так там же продолжение есть. Если я стану таким, как он, то кто же будет таким, как я? Итак, мы с вами, давайте подытожим, мы с вами узнали про внутренние параллели заповедей. Мы с вами узнали, что вот здесь 26 букв, да, в отношениях между человеком и человеком 26 букв это имя Бога. Узнали, что бонус номер два, три заповеди, которые нельзя нарушить под страхом смерти. Это они окружают вот так вот заповедь «Я твой Бог». Мы с вами узнали параллели внутри по всем заповедям и с вами узнали еще вот эти параллели взаимосвязи внутренние. То есть тут все просто эпически взаимосвязано в этих заповедях. Три – это Бог-авторитет надо всем. Следующие три – это что все сотворено и факт сотворения. Эти три – это база всего судопроизводства и всего общества. И последнее – зависть, о которой мы сегодня говорили, как она всем управляет и какие от нее есть прививки. Все. Всем большое спасибо за внимание. Открытый микрофон. Нет, 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 нет. Подожди, подожди. Нет, подожди, подожди. Значит, открытый микрофон и ваши выводы. Давайте, кто начинает?